Значит, вопрос такой. Вот вы сейчас вернулись с Артекс по Нью-Йорк. Что там вообще произошло? Почему сменились сроки выставка? Она же в другие должны были быть сроки. Как всё там произошло? Ну, во-первых, выставка проходит два раза в год. Она осенью и весной проходит. Её меняли два раза в год по причине, что наша ковидная ситуация не давала этому. Разрешения, безусловно, не было. Мероприятия в Нью-Йорке все были запрещены. И вы знаете по наших новостям, и те новости, которые мы уже прошли, да и слава Богу, что очень серьёзная ситуация была в Нью-Йорке. Значит, у нас сначала был заявлен 96-й пирс. 96-й пирс – это очень крупный пирс, так сказать. Это такой ангар, где проходят у них практически все выставки проходят в таких ангарах. И он довольно крупный. И участников там должно было быть в два или в три раза больше, чем нам дали пирс, который 32-й, который меньше. Но до этого там проходила выставка Ван Гога. Мне было, наоборот, очень приятно, потому что это один из моих любимых художников. И, безусловно, энергии ещё те, которые были. Мы сразу после выставки Ван Гога началась выставка Арт-экспо Нью-Йорк. Вот. Приехала довольно… Ну, то есть она была полностью всё заполнено было. Но те, которые, видимо, были заявлены ранее в галерее, может быть, не приехали, побоялись или кого-то не пустили за счёт ситуации с ковидной ситуацией. Вот. Мне удалось, я несколько раз меняла, но я тут решила, что я поеду. И вот кто посетители выставки были в этот раз? То есть был народ или там QR-коды, ковид-фризон, никого народу? Нет. Значит, QR-коды присутствуют и проверяют, безусловно, их на входе. И без QR-кода ты не войдёшь. Это, наверное, нормальные условия на всех выставках и мероприятиях, которые есть. Но нет такого ужасного состояния, что ты просто вот без QR-кода не войдёшь, и ты вообще никуда не попадёшь. Очень лояльно смотрят. Ты можешь предъявить QR-код по телефону или предъявить просто бумагу QR-код, и ты можешь пройти. Значит, народу первый день было немного, довольно была средняя пресса, но, тем не менее, она была. Народ уже пришёл, видимо, с начала следующего дня. Не в первый день, когда было закрытое мероприятие. И с каждым днём его становилось всё больше, больше и больше, потому что самый последний день закрытия выставки, это было воскресенье, и народу было очень много, что мы были крайне удивлены. Обычно в последний день приходит меньше, а тут наоборот. Пришло очень много народу, и даже выставка задержалась. Она работала до шести часов, её задержали до восьми часов, потому что народ не расходился, что было очень приятно. Интерес был колоссальный, потому что, видимо, люди соскучились, им хотелось какого-то живого общения. Напротив меня, например, была одна японская галерея, и она была крайне удивлена тому, что это был такой колоссальный интерес, потому что в Японии они сказали, что очень всё плохо, и люди не интересуются, боятся ходить на выставки. И нет спроса даже. Для нас очень важно, для галеристов очень важно человеческое общение. И это самое, наверное, важное, и самое интересное, что может быть. Да, конечно, нас интересуют, безусловно, продажи, но когда у нас есть человеческое общение с потенциальным покупателем, для нас это очень важно, потому что из любого человека, может быть, потенциальный покупатель. И это как раз в Америке присутствует. На выставках в Майами, на выставках в Нью-Йорке, в Сиэтле, в Лос-Анджелесе, в Калифорнии, где я была, я могу сказать, что везде присутствует колоссальный интерес разговора, именно человеческого общения. Что меня поражает в отличие от наших выставок? На наших выставках интерес людей к общению практически отсутствует. Да, они приходят на выставки, смотрят, но они практически не спрашивают. Они не интересуются, почему, для чего, что это такое, что хотелось. Ну, как в музей приходят у нас, а там они всё-таки приходят на выставку, где можно приобретать работу, и там можно всё узнать. Я думаю, что в этом, конечно, есть причина, но и дело в том, что я думаю, что есть какая-то культура в этом. А я в наших выставках, я думаю, то ли мы её потеряли, то ли мы боимся. Мы её не приобрели. А может, и не приобрели, да. Но мне бы очень хотелось, чтобы это было, потому что для галеристов это один из важных приёмов их работы. Инструмент. Да. Вот про эту выставку. Вы с какими работами там были? Кого вы показывали? Я на этой выставке своих художников показывала. Это Алишер Кушаков, это Константин Худзюков, Константин Васильевич, наш академик. Значит, Ирина Асаева, которая живёт и работает в Тбилиси на сегодняшний день, русская художница, и художница-декоратор, и театральный художник. И наша новая художница, так сказать, наше открытие, это Светлана Кузнецова из проекта «Большая перемена». Я решила первый раз тоже в благотворительных целях показать её на «Арт-Экспо-Нью-Йорке». И мы имели колоссальный успех, потому что люди были удивлены такому немножко странному пониманию искусства, потому что у неё на самом деле немножко странное её понимание искусства, так как человек не учился, не знает никаких приёмов, ни построения работ, ни колористики. То есть практически ничего не знает. Это чистый холст, который вдруг открывает для нас определённое понимание её видения мира. И это чувствовалось в людях, потому что все спрашивают, что это такое. То есть без подводки, без рассказа они сразу видят работу? Абсолютно да. Вот я тоже это обратил внимание, тоже на эти работы, когда увидел. То есть они какие-то вроде простые, но притягивают внимание сразу. Да, и это был абсолютно разный контингент возраста. Начиная от маленьких детей, которых, безусловно, они всё это видят, понимают. Люди, которые были, видимо, уже профессионалы и прекрасно разбирались в искусстве. Ты тоже, да? Да, да. Интерес, да, да. Про выставку в целом, конечно, говорить невозможно. Там наверняка были разные представленные направления и стили живописи. Но есть какие-то, что сейчас представляют современные искусства в мире? Ну, я бы не могла сказать, что в мире конкретно, да, потому что всё-таки это невозможно после пандемии охватить, что именно в мире, да. И там не было представлено, как в Майами, не было представлено такое количество галерей, которые могли бы показать, что, естественно, в мире. Но в небольшом контексте, что было представлено, я могу сказать, что оно, конечно, разное, как и всегда. И оно должно быть разное, на то оно искусство, и на то они художники для того, чтобы показывать нам мир своим видением. Но что меня больше заинтересовало, что люди начинают интересоваться больше и больше, они хотят видеть школу. Неважно это. Это японская галерея, это корейская галерея, русская галерея, да, или американская галерея. Они тянутся чисто интуитивно, они тянутся к какому-то духовному, живому, не к холодному искусству, не к логическому. Их привлекает, безусловно, сочетание красок, сочетание каких-то ярких красок, да, хотя при этом присутствуют элементы, когда монохромные вещи есть, особенно у японцев. И там, где вот вложена вот эта внутренняя культура японцев, напротив, я замечала, мы сидели друг против друга, я была просто поражена тоже, какое внимание оказывалось японской каллиграфии, предположим, как китайской, да, хотя, в принципе, ну, грустно, с одной стороны, одни скажут, да. Я, например, сама лично это люблю, может быть, это моя субъективная точка зрения, но, тем не менее, очень много народу подходило и разговаривало, и спрашивали, и говорили об этом, да, что было тоже приятно. После таких разговоров мы как раз с галеристами общались, и они говорили, мы крайне удивлены, что люди начинают интересоваться именно истоками, и это очень важно. Подходили на стенд бывшие соотечественники, было ли интересно у выходцев из России к нашим галереям, кто представлен? На арт-экспо Нью-Йорк в данном случае были русские художники, но не было русских галереи, я была одна практически, по крайней мере, может быть, я где-то не заметила, но такое ощущение, что моя галерея одна была представлена. Даже не на выставке, а посетителей. А я хотела продолжить, да, соотечественников было очень много, все были возбуждены, что наконец-то что-то происходит, мне было очень приятно. Во-первых, сначала они не понимали, что это русская галерея, потому что, может быть, я представила не тот вид искусства, который они ожидали, да, и когда вдруг они поднимали глаза вверх, где было написано «Москва», они говорят «Русские». Я говорю, да-да, русские, и были очень активные и очень востребованные, и два покупателя у меня были наши, соотечественники. Соотечественники, да. То есть интерес у соотечественников к выходцам из, ну, как сказать, или представителям России, он есть, да, то есть он больше у них, чем у, там, у коренных американцев или выходцев из других стран. Ну, не могу вам сказать точно, потому что в процентном отношении, конечно, другие страны представляли большее количество, да, но, тем не менее, интерес был большой. У наших соотечественников, по крайней мере, они, видимо, жили и воспитывались в традициях русской школы, да, может быть, это им более понятно, более близко было, поэтому, естественно, они были, были, может быть, эмоционально ближе к этому искусству, нежели чем к другому, да, но всё равно всё искусство, оно воспринимается эмоционально, как впечатление. Ну, только некоторые люди, коллекционеры, которые уже знают, как бы, имя, тогда они воспринимают этот факт через имя художника. Вот такие выставки, как Art New York, они традиционные, то есть представлены все виды, все жанры, или там можно отследить какие-то новые течения, новые вкусы? Такие крупные выставки, как Art Expo New York, это, ну, определенная группа, которая держит определенные площадки, они держат Red Dot, Spectrum, еще несколько площадок, которые в Сан-Диего и в Лос-Анджелесе выставки под этим же названием проходят, они, безусловно, крупные и представляют не только галеристов, но они представляют еще отдельно художников, то есть могут выставиться и отдельно художники, они предоставляют место. Значит, я могу сказать, что среди художников было достаточно количества русских людей, которые уже давно уехали в Америку или, предположим, в Мексику, и были представлены, сами представляли себя, и они, безусловно, отличаются от того, что есть школа западная и наша школа. И ее видно. Отметить художников из разных стран для меня было сложно, потому что, в принципе, я работала, и у меня не было такого времени, чтобы четко отследить все работы, но я бы хотела сказать об одном художнике из Израиля, который меня, как бы так сказать, очень заинтересовал. Это была такая компиляция, связанная с советским, с нашим стилем супрематизма и конструктивизма, и в то же время фотографии, вот, такие архитектурные композиции. Он был довольно востребован на выставке, и мне тоже очень понравилось. Это для меня было ново, может быть, это, конечно, где-то делают, но вот его подход, его тенденция показать, это было приятно. Что меня еще впечатлило, то, что я могла успеть увидеть, пока у меня было свободное время от работы, это художник из… он сам наполовину армянин, но живет в Иране. Как он приехал, я даже не знаю, может быть, какими путями он приехал. Ну, мне всегда в армянских художниках нравилось, в большинстве армянских художников нравилось то, что они всегда где-то на каком-то подсознательном уровне, они всегда используют вот свои этнические образы. И у него была очень интересная техника передачи своих образов исторических, таких метафорических немножко, да, что и размеры холстов были большие, где было ощущение какой-то совершенно другой реальности, ты вовлекался в эту реальность и проходил через нее, через мелкие детали, определенные символические образы было. Это меня тоже впечатлило. Ну, вот в целом вы довольны от этого мероприятия? В целом я довольна, потому что, во-первых, это было практически первое мероприятие в Нью-Йорке после ковидного затишья. Во-вторых, мне было очень приятно, потому что все-таки народ не впал в такую депрессию, как ожидали. И все равно народ интересуется. Я могу сказать, что, скорее всего, даже, может быть, больше интересовался, чем раньше, потому что качественно больше интересовался. Потому что, может быть, раньше это было своего рода просто времяпровождение, а сейчас это было нечто другое. Можно было прочитать в их интересе, взглядах, что люди хотят идти дальше, хотят жить, хотят продолжать жить и украшать свое пространство хорошими работами, качественными работами, и в то же время отметить художников, которые, может быть, они не видели раньше, и увидеть что-то новое. Мне было приятно, потому что отметили моих художников, потому что они действительно выделялись на фоне всех работ. Может быть, это за счет того, что это мои художники, прошу прощения. Но, тем не менее, они были отмечены непосредственно и руководством выставки, и зрителями, и просто аплодисментами даже. Даже так было? Даже было и так, да. А как это происходило? Как приходили люди аплодисменты? Вы знаете, в первый день выставки, когда находили какие-то группы, мы не знали, кто это, потому что обычно на выставках редко подходит, если есть пресс или кто-то представляется, какие-то группы. И вот подошла одна группа, может быть, человек, я не знаю, может быть, это была просто как экскурсия какая-то, человек, наверное, 15-20. Так как у меня был довольно длинный стенд по размеру, и я находилась в одном углу, а они проходили дальше, и вот в конце стенда они все заплодировали. Я сначала не поняла, к чему это относится, ну и потом ко мне подошла женщина и сказала, мы отметили ваши работы, что для нас это американцы, это были американцы, значит, что это было, безусловно, очень интересно, и для нас это было немножко ново, потому что мы как бы не видели такого плана, потому что я представила, предположим, как вот выставку, работу Ирины Асаевой, которая называлась «Драконы», я её представляла на Арстера, и они сначала не могли понять, как это делается, потому что на самом деле она два года работала над этой работой, и она, видимо, чисто энергетически была настолько мощна и выделялась. То они сначала решили, что это гобелена, а потом я говорю, нет, вы знаете, это просто смешанная техника, поэтому это на самом деле чисто с точки зрения рассматривания, они подходили близко, смотрели, приближали фотоаппарат, и потом понимали, да, действительно, это совершенно нечто необычное. Ну, безусловно, её и купили, одну из первых работ, наша соотечественница, которая случайно была, на четыре дня залетела в Нью-Йорк, случайно купила работу. Так и надо делать. Да, наверное, это было очень приятно. Я рада, потому что она ушла в хорошее место, и мне это импонирует очень. И так как рядом же висел Константин Худяков, его такие... Это были постеры, но у него особая техника постеров. Это техника уникальной печати, ультрахром, которая практически редко где производится, потому что само качество люди никак не могли понять, то ли это живописная работа, то ли это постер, да. Потому что там были представлены постеры, на самом последнем ряду приехали китайцы, и они целый там ряд, я не знаю, метров, может быть, 40, они привезли постеры и продавали прямо целыми, так сказать, в больших экземплярах. Вы знаете, они были разные по цене, начиная от 100 долларов, заканчивая там несколькими тысячами. Все это от тиража было зависело. Поэтому это вот культура, видите, тоже процветает, и у них довольно слабойкая торговля, люди покупали. То есть это не тиражные все-таки, это мало тиражные копии, да, и в зависимости от тиража цены. Да, в зависимости от тиража, в зависимости от работы, ведь они, в принципе, права художника, они должны охраняться, и если я увижу мою работу на постере, то я, безусловно, могу подать суд на это. Поэтому, видимо, они продавали только то, на что у них было разрешение. Поэтому все-таки это выставка. Были ли на этой выставке представлены еще и фотоработы? Да, были представлены фотоработы, были представлены NFET, так сказать, новая платформа. Да, немного, немного абсолютно, но я не могу отметить их как достойными, в смысле они имеют место быть, но на меня они не произвели впечатление, потому что я считаю, что есть... Ну, может быть, кто-то не приехал, поэтому не было такого большого выбора. То, что я видела, я уже видела не один раз, много раз, не только в России, но и за рубежом. Это будет еще развиваться, посмотрим, куда это все двинется. Сейчас самое начало, что-то будет меняться, первый раз к тем. Удалось ли там наладить какие-то новые контакты, расширить диапазон бизнес-партнеров? Эта выставка способствовала такому? Вы знаете, для меня вообще любая выставка первого задачи – это как раз это связи, определенные связи в том смысле, что это контакты, это связи, это новое какое-то совершенно другое общество, которым ты можешь нигде не встретиться, только на выставке. Это и бизнес-партнеры, и в то же время это люди, которые соответствуют тебе по взглядам, по определенным мотивам жизни. Поэтому для меня это приоритет. Даже если я что-то не продаю на выставке с коммерческой целью, но я могу приобрести гораздо больше, нежели чем продажи. Поэтому, безусловно, да. Какие у вас в ближайшие месяцы будут новые мероприятия, где вы будете участвовать в своей галерее? Ну вот в данном случае я лично не поеду, но моя работа будет присутствовать на Art Miami – это Red Dot, потому что довольно сложная поездка и очень быстрая была, поэтому я сейчас в Майами не лечу. Но работы моей будут присутствовать Константина Худякова непосредственно. Значит, следующая выставка планируется в марте месяца – это Art Dubai, значит, Маджина Джумейра. Следующая в апреле выставка – это Art Russia – Гостиный двор, и Art Moscow – Гостиный двор. Это февраль, когда Art Russia? Нет, Art Russia – апрель. Они сдвинули? Нет, они всегда проводили в апреле, Art Russia, да. И Art Moscow тоже в апреле, только после, чуть попозже, ближе к маю. В начале апреля Art Russia, и потом Art Moscow. Есть ли смысл сейчас участвовать в российских выставках с точки зрения, что раньше мне галеристы говорили, что, ну, как раньше, в 18-м году до пандемии, что у них покупатели были иностранцы, а сейчас, я думаю, что всё-таки не приедет ещё пока никто сюда, и это будут только российские посетители? Вот мне немножко сложно ответить на этот вопрос, потому что, что касается, может быть, практики пятилетней давности или шестилетней давности, я соглашусь с вами по поводу покупок, что покупали иностранцы. Последние годы до пандемии я не видела того, что покупали иностранцы. В основном были это русские люди. И покупали в основном... То есть у нас пока ещё нет такого кластера коллекционеров современного искусства. Он есть, но очень маленький. Я думаю, что люди покупали чисто интуитивно, нравится, не нравится. Но я думаю, что это у нас развивается, потому что интерес к искусству становится больше. То есть вы оптимист. Ну, у меня нет другого выгода. Я должна быть оптимистом. Нет, я даже верю в это, потому что мы пришли к тому, что мы уже должны этим просто интересоваться. У нас нет другой духовной пищи, получается. Самая духовная пища – это выставки. Это мы так познаём наш мир. Это расширение нашего сознания. Если мы не видим мир другими глазами, а другие глаза – это глаза художника, мировосприятия, то я считаю, что наша жизнь, она проходит как-то мимо нас. И я уверена в том, что у нас будет этот и пласт коллекционеров, и пласт покупателей, которые будут не только интересоваться, лишь бы украсить дом, но в конечном итоге они станут коллекционерами. Мне бы этого очень хотелось, и я в это верю, что это будет. Вот на этом можно будет смело ставить точку. Хотя очень непонятно всё. С кем сейчас не разговариваешь, все своих детей в Канаду вывозят. И перспективы, что там будет дальше именно в России. Хотя и в той же Европе, я смотрю, у них те же самые процессы, и всё тоже так же скучно и грустно. Моё личное мнение, что Европа, она потихоньку умирает в культурной жизни. Ну, потому что, видимо, после пандемии у них какая-то... Я не медик, мне трудно говорить, но у меня такое ощущение, что у них депрессия, которая не закончилась. А мы русские люди, прошедшие очень тяжёлые времена. Не будем вспоминать наших, так сказать, предков, которые прошли. Но даже в наше время, в течение нашей жизни мы прошли очень тяжёлые времена. И проходим это. Мы оптимисты по своей природе. У нас нет другого выхода. У нас было много реформ. Мы оставались без денег и без всего. Но тем не менее, как-то без продуктов, но тем не менее мы выжили. Может быть, у нас есть какая-то такая, как теперь модно говорить, определённая вакцина против этого. Поэтому мы стараемся выжить. Но что по поводу Канады, я слышала наоборот, то, что все люди, которые уехали из Канады, хотят уехать, русские, хотят уехать в другое место, потому что в Канаде, наоборот, полная тишина. Там вообще практически нет никакого движения. Странные всё это вещи. И то, что, опять вот, с точки зрения живописи, кто покупатель основной, да, вот, за счёт того, что художники могут там жить, да, либо это средний класс, либо это то, что выше среднего класса. Но то, что сейчас идёт не только в России, но и в глобальном мире, уничтожается определённая прослойка людей, вот. И вот мы с итальянскими галереями созванивались. И вот то же самое сейчас вот с Басаемом я разговаривал. Он говорит, среди его знакомых галеристов Америки очень многое закрылось вот за этот период, не выдержали. Вот. И когда идёт уничтожение целого слоя бизнеса, ну, торговые центры, рестораны, да, то есть это же денежные какие-то потом люди не заработали, там эти деньги куда-то не попали. Ну, да. Перемещение энергии, денег нет, да. Да. То вот живопись, это, может быть, не предметы первой необходимости. Хотя, с другой стороны, когда людям тяжело, им нужно как-то себя чем-то радовать. Верно. И всё равно это остаётся, да. То есть совсем-то уж никто не стоит с протянутой рукой пока что. Люди как-то умеют даже в это сложное время жить. Вот. Может быть, живопись как раз и поддержит людей, опять-таки, в это сложное время. И будет, может быть, какой-то всплеск к культуре, как тоже реакция на эту сложную ситуацию. Я с вами согласна в этом. И личное моё мнение о том, что я воспринимаю живопись не только в чисто материальной форме, но я её воспринимаю как в энергетической форме, которую дают нам, так сказать, художники, да. И вот эта энергия, которая… На самом деле сейчас, можно сказать, есть всплеск определённый. Потому что вот после вот этого заточения, которое мы провели, так сказать, дома, да, люди пересмотрели какие-то свои взгляды на жизнь, на мир. И в то же время они дали вот этот сильный импульс своим работам, которые сейчас появляются на рынке, да, как художники. И это наверняка именно в энергетической форме будет, безусловно, определённым толчком и импульсом для дальнейшего продвижения. И как вы посмотрите в окружающую среду, то есть все музейные выставки стоят в большую очередь, да. Это очень… То есть это всегда было в России, но в последнее время это особенно. Это говорит о том, что люди идут за каким-то абсолютно другим знанием, да. Это не только… Это совершенно разный контингент, начиная от совершенно взрослых людей и заканчивая совсем юными. И то есть это новое видение мира, это новая импульсия для жизни. Я думаю, что это просто… Это даже можно сказать, мне не нравится это слово, но можно сказать, что это даже модно, понимаете, ходить на выставки в галерее, это стало вдруг модно. Если раньше люди приходили на выставки не в советское время, я не буду затрагивать, в начале там, предположим, двухтысячных, в середине десятых годов, грустно. Было как-то грустно, приходили, выпивали и уходили. То сейчас нет такого. Люди стараются общаться, стараются где-то находить какие-то общие интересы, спрашивать. Вот я была на презентации выставки Виктора Бокарева, тоже мой художник, в небольшой совершенно галереи. И что меня поразило, что там было такое большое количество молодых людей. Это были архитекторы, это были дизайнеры, тоже художники, которые подходили ко мне и спрашивали, а что это означает, а что это, почему что он хотел сказать. Я говорю, вот у нас есть художник, нам интересно ваше мнение. Я говорю, ну я вот, так как я долго работала с авангардом, и он как раз выставил такую тему, близкую к авангарду, я могу рассказать только свою точку зрения. Это моё субъективное мнение, не претендующее на мнение искусствовета, чисто субъективная точка зрения. Вы знаете, люди интересовались и спрашивали. Мне тоже было это очень приятно. Вот этот вот живой разговор, живое общение, это самое важное, что может быть на выставке. Ну, я с оптимизмом смотрю в будущее. Другого нет, да. Другого нет выхода. Не потому что мы этим занимаемся, да, а потому что просто нет другого выхода. Ну да. А, кстати, вот с точки зрения истории, были во время той же войны, что-то у меня в голове вертится, я не могу вспомнить. Были вот эти вот прецеденты, какая-то картинка у меня в голове, да, в нитей, что-то всё плохо, и люди ставят на выставку какую-то. Что-то было? Да, что-то было, я не помню, но вот у меня тоже образ этот остался где-то, да. Только не помню. Прецеденты были? Ну, театры работали. Да, то есть вот культурно. Конечно, конечно. Театры работали. Но вы знаете, ведь любое такое мероприятие, это своего рода праздник. Да, то есть когда это сейчас, наверное, так стало, может быть, не так важно, если вы вспомните, то люди, шедшие в театр, они одевались. Да, люди, шедшие на выставку, они тоже одевались на какую-то презентацию, они одевались. Ну, то есть это культура, это традиция. Если мы будем отходить от этих традиций, то я думаю, что если нет базиса, если нет платформы, что мы можем построить? Всё разрушится. А если мы будем придерживаться и сохранять эти традиции, в любом виде, даже в любом виде одежды, но если это будет актуально, это будет прекрасно. То есть это не просто отношения, лишь бы сходить, или просто, а то, что ты идёшь с определённым интересом, и потом ты начинаешь об этом говорить. Чем хороши социальные сети на сегодняшний день, то, что они непосредственно после выставки люди могут обменяться мнениями, и, безусловно, это как-то поддерживает интерес других людей, которые не были. То есть те не были, которые они могут также прийти и посмотреть, потому что люди стали не бояться высказывать своё мнение. Они, может быть, боятся в общем разговоре непосредственно, но в социальных сетях они не боятся высказывать своё мнение. И это, с одной стороны, очень хорошо. Ну, там странные бывают высказывания в социальных сетях. Много негатива. Иногда негатив ради негатива. Ну, говорят, да. Я согласна с вами. Ну, вы знаете, негатив – это абсолютно та же, так сказать, сторона медали, только обратная. Ну, какая разница? Пусть это будет негатив. Люди говорят. Самое главное, чтобы люди говорили. Понимаете, нельзя… Нельзя ведь, ещё раз могу сказать, что искусство – провокация. Одних искусство провоцирует на самое худшее, других – на самое лучшее. Да, так и есть. И с другой стороны, пиар, да, он может быть любой. Конечно. Лишь бы не молчали. Лишь бы не… Всегда, да, всегда. Лишь бы не молчали. Я всегда говорю… Я даже сама на выставке подхожу, когда человек долго стоит, я говорю, спрашивайте. То есть, я уже сама начинаю говорить, подхожу к человеку и говорю, если вам интересно, спрашивайте. Ощущение, что я сама хочу рассказать. Это… А вот кроме Дубая, да, вот выставка, где ещё в мире проходит арт-событие? Европа залегла, да? Нет, в Европе они тоже открывают. У меня было приглашение из Испании, из Барселоны будет выставка. Так, кстати, там Виктор Бокаре будет участвовать, как раз один из моих художников. А в Испании даже два у меня приглашения было на высокую… Брюссель, что было для меня странно, хотя вроде бы там уже давно как-то так ощущение, что центр нашей Европы заснул в ковидном пространстве. Италия, я думаю, в Венецианской Биеннале в этом году будет. В этом году это возможно будет? Я думаю, может быть, да, разрешат, они вроде бы отменили или что-то в таком роде. Но какие-то, вы знаете, незначительные, что-то начинает потихоньку проявляться. Я вот не смотрела в последнее время план выставок в Европе на следующий год, 21-й. Но я думаю, что они всё равно начинают что-то делать. Ну, посмотрим, что будет после лета. Да, Турция активна. Вот, кстати, интересно. Да, Турция очень активна, да, она уже давно открылась для выставок. Вообще в целом Турция как страна, не про ковид, а вообще, да? То есть она открылась для выставок? Да, и в Стамбуле, и в Анкаре, да. А в Азии что происходит? В Азии не могу сказать точно, но я знаю, что, например, два моих художника должны были поехать по обмену опытом. Это должно было быть в сентябре, а они не поехали, потому что отменили. Что касается больших крупных выставок, не знаю, точно не знаю. Там ничего нету. Ну, это вот как раз про Китай, я и говорю, да. Вот для меня очень важная выставка, это, конечно, это была Art Stage Сингапур, которая была одна из самых крупных выставок, их самых интересных, потому что там действительно и интересы, и покупательская способность очень высокая была. К сожалению, её закрыли. Её закрыли не по ковидным, то есть они её отменили ещё до ковида. Видимо, там какие-то личные, может быть. Просто конкретная выставка, там у неё свои какие-то. Да, видимо, да. Ну, естественно, Арабские Эмираты, Катар, это... Там сейчас будет всплеск, я так вижу. Потому что там даже с ковидом в Дубае, куда всё переехало, весь финансовый мир туда уехал. Ну, там уже давно много, но ещё очень много, знаете, сейчас открывается больше Саудовская Аравия, для социальной жизни. Да, и очень много бизнеса переезжают в Саудовскую Аравию. То есть они активно начинают. Они открыты для новых технологий, для нового общения. Когда я была на выставке на Ардубае, вот очень много людей, которые подходили, иностранцы в основном говорят, что у них есть и второй бизнес, и у них есть ещё в Саудовской Аравии. Это совершенно закрытая страна, которая раньше всегда была закрыта для светского общения. Но, тем не менее, сейчас она... Они будут сейчас открываться, да. Потому что они же начинают поддерживать. Вот в Дубае на государственном уровне они людей зовут туда. Да, да, да. И даже стариков. И стариков. И сделали очень небольшой инвестиционный взнос, так сказать. Но они, видимо, таким образом хотят, может быть, чуточку изменить демографический, может быть, момент. Хотя у них прекрасно с демографией. Я имею в виду, смешанные браки, они всегда очень интересные. Вот в этом смысле. Но мне нравится. В Дубае мне нравится. Ну, в общем, мы в интересное время живем. Динамичные, не скучные. И очень быстрые.